История обманутых дольщиков по накалу страстей не уступает шукспировским драмам. Вокруг дома на переулке Ртищинском сюжет следующий. Две ставропольские семьи рискуют остаться на улице, а несколько квартир пустуют, потому что проживать там просто невозможно. Десять лет назад Виктор Янин начал возводить индивидуальный жилой дом. Затем передал строительство Ирине Задорожной. Дом она достроила только из частного, он получился многоквартирным. Деньги на незаконное строительство мошенница собрала у дольщиков. Когда мы сюда пришли, было 54% строения готовности дома. За наши деньги дом достроился. Сейчас, как только сделали 100% готовность дома, нас отсюда сейчас будут выселять, потому что мы уже здесь, получается, не нужны дальше. Позже оказалось, что это далеко не первые обманутые дольщики. Но жильцам от этого не легче. Дом не достроен, не проведен газ, да и свидетельств на квартиры у жильцов нет. В 2012 году, когда мы заселялись, со мной заселились муж, две дочери с детьями. На тот момент одна внучка была, ей тогда было 5 лет, Кате. Сейчас у меня еще одна внучка родилась, ей вчера был ровно годик. Ждем третьего внука, а житя спокойного нет. По закону этот дом должны были снести за незаконное строительство. Но люди уже заселились, и это решение отменили. Янин, Задорожная, Мамотов, Кузин, Ганин. Владельцы и инвесторы менялись, жильцы брали кредиты, отдавали деньги, а проблема так и не была решена. Более того, в двери стучится новый хозяин. Он представился, я собственник. Она спросила, какой. Потому что этих очередных собственников уже то Янин, то Гагин сразу сказал, дайте мне ключи от калитки, чтобы я смог сюда спокойно заходить. Мама говорит, а на каком основании? В страхе на каждый шорох после тех наездов, я вообще мне плохо. Как только слышу посторонний шорох, у меня паника, у меня давление поднимается за 150. Поэтому те, кто планирует его купить, не должны однозначно рассчитывать на то, что они заберут объект и им удастся граждан выбросить на улицу. То есть, естественно, мы этого не допустим. Жильцы решили встретиться с представителями власти и собственниками, чтобы обсудить дальнейшие действия и убедиться, что новый хозяин не выставит их на улицу. Но увидев нашу съемочную группу, собственники ушли. Жильцы признаются, диалога с ними никогда не получалось. Переговоры ведутся, особенно с третьим инвестором, за нашей спиной, мы не в курсе ничего. Все идет за нашими глазами, без нашего ведома. Нам не надо отчитываться перед каждым шагом. Нам просто скажите, вот новый покупатель там. Мы связались с Виктором Яниным, но он отказался давать какие-либо комментарии. Сейчас жильцы ищут нового инвестора, который бы доделал ремонт, рассчитался собственником и заработал с продажи оставшихся трех квартир при стройке и земельного участка за домом. И мы вот хотели бы обратиться к инвесторам, может кого-то привлечет это внимание, чтобы он с Яниным рассчитались наконец-то, с нами какая-то договоренность была, но теперь уже не такая, как на словах, а чтобы какой-то документ был, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне. Чтобы истории обманутых дольщиков не стало больше, представители власти создали специальный сектор по вопросам долевого строительства. Поэтому мы хотели бы очередной раз обратиться с просьбой граждане, которые планируют приобрести какое-то имущество, перед тем, как это сделать, для того, чтобы проверить информацию о застройщике, просьба обратиться в этот сектор по телефону 26 14 71, либо непосредственно обратиться к нам сюда в управление, прийти, то есть маршала Жукова 7, где проконсультируют вас о наличии прав у соответствующего застройщика. А пока жильцы переулка Артищинского живут в страхе остаться на улице и надеются, что следующий Новый год они будут встречать уже в своих законных квартирах.